Вопрос. Я читал, что беременными кормящим грудью женщинам дозволено оставлять пост, а после нужно накормить бедняков, и что не нужно возмещать пост, приводя в доказательство этому слова Ибн Умара. Насколько это правильно? Пожалуйста, ответьте с доказательствами, да благословит вас Аллах. Ответ. Хвала Аллаху. А если они побоялись за своего ребенка, то им нужно возместить пост и накормить бедняка за каждый пропущенный день. Это мазаб двух имамов, Аш-Шафи'и и Ахмада. Аль-Джасас передал это от Ибн Умара, да будет доволен Аллахами обоими. Третье. Им нужно лишь накормить бедняков и не нужно возмещать пропущенные дни. Из подвижников это мнение высказал Абдуллах ибн Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом. Также это мнение передал Абу Кудамов Аль-Мухни, от Ибн Умара, да будет Аллах доволен им и его отцом. Привел Абу Давуд, от Ибн Аббаса, относительно аята, о тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. Сура Аль-Бакара, аят 184. Он сказал, это было позволено старому мужчине и старой женщине. Они оба могут поститься с трудом, и им разрешено оставить пост и накормить бедняка за каждый пропущенный день. А также в таком же состоянии находится беременная и кормящая грудью, если они боятся. Абу Давуд сказал, то есть за своего ребенка, если они боятся за его жизнь и здоровье. Они оставляют пост и кормят бедняков. Это также приводит Аль-Базар, добавив в конце, Ибн Аббас говорил матери своего сына, которая была беременна, «Ты находишься в положении того, кто не способен поститься, и поэтому тебе необходимо раздать фидья, и на тебе нет возмещения». Аддар Акутни классифицировал его и снат как сахих, достоверный. Об этом сказал Аль-Хафиз в Аль-Талхиз. Аль-Джасас передал в Ахкаму-Л'Кур'ан разногласия из подвижников в этом вопросе. Он сказал, саляфы, предшественники, разошлись в этом вопросе на три мнения. Али сказал, если они оставили пост, на них возмещение, и нет на них фидья. Ибн Аббас сказал, на них фидья без возмещения. Ибн Умар сказал, на них фидья и возмещение. Те, кто сказали, что на них только возмещение, приводят несколько доказательств. Первое, то, что передал Ан-Несаи, от Анаса, от пророка, салаллаху алейхи вассалям, что он сказал. «Воистину Аллах снял с мусафира, путника, половину намаза и пост, а пост он также снял с беременной и кормящей грудью». Аль-Албани классифицировал этот хадис как сахих в сахих ан-Несаи. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сделал хукам беременной и кормящей грудью, подобно путнику, мусафиру. Мусафир оставляет пост и возмещает, также и беременная и кормящая грудью. Второе, делая аналогию с больным, подобно тому, что больной оставляет пост и возмещает его. Также могут поступить беременная и кормящая. Это мнение выбрала некоторая группа ученых. Шейх Ибн Баз в Маджму'у Аль-Фаттауа сказал, «Хукам беременной и кормящей тот же, что и больного». И если для них соблюдение поста становится затруднительным, то им дозволено не поститься. Но когда появится возможность, они должны возместить эти дни, подобно больному человеку. Некоторые ученые сказали, что для них достаточно кормления, за каждый день по одному беднику. И это более слабое и непредпочтительное мнение. А правильное мнение, что они должны возместить дни поста, подобно путнику и больному, из-за слов Аллаха Субханаму Тааля, «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Он также сказал в Маджму'у Аль-Фаттауа, «Правильное в этом вопросе то, что на беременной и кормящей возмещение, а то, что приводится от Ибн Аббаса и Ибн Умара, что беременная и кормящая должны накормить бедняков, это более слабое мнение, противоречащее шариатским доказательствам». Аллах Субханаму Тааля говорит, «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Аль-Бакара, 185 аят. «Беременная и кормящая подобны больным и не похожи по своему положению на пожилого немощного человека. Они схожи по положению с больным человеком, и поэтому они должны возместить, когда они смогут сделать это, даже если возмещение запоздает». Также приводится в фетвах постоянного комитета, «Если беременная женщина опасается, что пост в Рамадан повредит ей или ребенку, то она разговляется и должна возместить пропущенные дни поста». В этом вопросе она подобна больному, который не в состоянии поститься или боится, что это навредит ему. Всевышний Аллах сказал, «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Также и кормящая грудью, если она боится нанести себе вред кормлением ребенка в Рамадан, или боится навредить своему ребенку, если она будет держать пост и оставит кормление ребенка, в этом случае она не постится и только возмещает пропущенные дни поста. Также в фетвах постоянного комитета говорится, «Что касается беременной, то пост для нее является обязательным во время беременности, кроме тех случаев, когда она опасается за себя или за своего ребенка. В этом случае ей разрешается не поститься, а после рождения ребенка и очищения от послеродового кровотечения она должна возместить те дни. Для нее недостаточно накормить бедняков за эти дни. Напротив, она обязана поститься пропущенные дни, и этого будет достаточно». Шейх Ибн Усеймин Ас-Чарху-ль-Мумтия после того, как упомянул разногласия ученых о мнении шариата по этому вопросу и выбрал мнение, что они должны лишь возместить пост, сказал, «Это более сильное и предпочтительное мнение для меня, потому что лучшее, что можно сказать о них, это то, что они подобны больному и путнику, и они обязаны лишь возместить пост. Аллаху ведомо лучше». Субтитры создавал DimaTorzok